Дахир Хаджи Ижаев Прежняя мечеть Витшалой была несоразмерно меньше. Ухудшала ситуацию и неизменная местность. Все изменилось благодаря усилиям Аубикира Тамбиева, ученого, общественного деятеля и мецената, имя которого хорошо известно не только в Малакорощаевском районе, но и далеко за его пределами. Узнав о проблеме селян, он инициировал строительство нового храма. У нас маленькая мечеть была, требовался ремонт, там перечень работ было очень много. Когда я перечислил эту перечень Аубикир Хаджи, он взялся помочь мечети. Я ему перечислил, перечень работал. Он тогда говорит, давай лучше построим новую мечеть. Ага. Ну вот подумали, так посмотрели. А вот это здесь, где вот эта красивейшая мечеть стоит, было, ну, болотистое место было. Ага, вот здесь болотистое место было. Почему? Потому что вода, которая стекает с гор и идущая по улицам, она все собирается здесь. Ага. Но тут сделано все от воды, для воды, там все это все по последним слову техника, как говорится, сделано. Ну вот, конечно, пандемия тоже внесла свои коррективы. Но, несмотря на это, мечеть, ну, в течение двух с половиной-трех лет построена. Посещать мусульманскую святыню смогут одновременно свыше тысячи человек. Мечеть высотой в три этажа, без преувеличения, построена с душой. Удивляет она не только красивым декором, замечательной люстрой, весом в две с половиной тонны, но и технической оснащенностью. Внедрение информационных технологий позволит расширить деятельность мечети. Создана специальная мусульманская сеть, зарегистрироваться в которой можно будет только по паспорту. Есть возможность проводить телемосты. Об этом и не только говорила Убекир Тамбиев. Так при мечети действуют и медресе. Уже есть юные хафисы, которые также стали участниками торжества. Узнать основы религии смогут все желающие, независимо от возраста. Для этого созданы все условия. Интерактивные доски здесь уже вчерашний день. Они заменены на интерактивные панели. В нынешних реалиях, что немаловажно, учиться можно будет и дистанционно. Прежде всего, хочу я поблагодарить всех, кто поддерживал. А поддерживали и знакомые, и друзья, и даже незнакомые. Я у Исмаил Хаджи спрашивал, как и что. Вот он скромно говорит, что не пользуется интернетом. Да, не пользуется. Но то, что нужны современные технологии, то, что нужны коммуникации, чтобы мы не проиграли, вот это он очень хорошо понимает. Рассказывая о начале строительства, Убекир Тамбиев поблагодарил за поддержку руководителя координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Хаджи Бердиева, рассказав, что тот присутствовал ещё при первой закладке камня. Открывая новую мечеть, он дал высокую оценку деятельности Убекира Тамбиева, вручив ему награду – орден первостепени за заслуги перед Уммой. Наши старики, если кто помнит, они собирались на кладбище в домиках для инвентаря, и там они читали джума-намаз. У них не было разрешения читать, поэтому они читали джума-намаз, и там же они читали четыре рекята обеденного намаза, фарза. Когда уже сделали мечети, разрешение, тогда уже читать четыре рекята обеденного намаза мы отменили. В некоторых местах, я слышу, делают, но когда делаешь намаз, это неплохо, оно всё равно зачтётся. Но говорить, что это обеденный намаз нельзя, дай Аллах, чтобы все наши молитвы, все наши поклонения были приняты Всевышним Аллахом. Вот эту вот мечеть вы, наверное, посмотрели. Самая красивая мечеть у нас в республике. По красоте, такой красоты я ещё и видел. Дело не в красоте. Дело в том, что кто туда приходит, что они говорят, какие молитвы у них бывают. Когда человек делает молитву, он должен делать за всех. Не только за самого себя, за своих близких, а за всех, кто живёт вместе с ним в этом селе, в этой республике, в стране в этой. О важности таких сооружений для духовного роста мусульман говорили и муфтии Республик Северного Кавказа. Почётные гости подчёркивали, что принимают участие в очень благородном деле, и это праздник для всех мусульман. Мечеть будет носить имя отца Убекира Тамбиева – Хасана. Собравшиеся выразили надежду, что мусульманская святыня станет местом искреннего поклонения Богу, где можно будет задуматься о своей жизни, чтобы сделать её более праведной. Ас-саламу алейкум и рахмату Аллаху и ва баракату. Уважаемые братья, уважаемые сёстры, как отметил Мухаммад Хаджи, действительно знаковый, очень дорогой день в Саиду Айям. Лучший день недели сегодня, лучший месяц, в котором родился пророк Мухаммад, саллиллаху алейкум. Я думаю, организаторы этот момент учли, и поэтому очень рад сегодня разделять эту радость вместе с вами и открытие мечети. Я, наверное, начну с того, что действительно, какая значимость имеет для мусульман, для верующих, мууминов. А муфтик Абардино-Балкарии Хазрат Али Хаджид Засержев рассказал о том, как пророка спросили, где самое лучшее место на земле. Он ответил – в мечети. Религиозный деятель ещё раз напомнил собравшимся, что жизнь – это мост для перехода к вечной жизни. Сегодня с вами находимся на территории, которая является лучшим местом на земле, потому что в этом доме будет поминаться имя Всевышнего Аллаха, в этом доме будут делаться зыкры, в этом доме будут поклоняться Всевышнему Аллаху, посредством которого сохраняемся мы, сохраняется народ. Ведь мы все знаем, что нахождение в этом мире – это испытание от Всевышнего Аллаха. И этот мир, он является очень коротким. Мы как будто переходим мостик. Это мост, вот тот мир, в котором мы с вами сегодня находимся, наслаждаемся и иногда забываем про Всевышнего и те обязанности, которые Он возложил на нас. Этот мир является всего лишь мигом, мостиком перехода из мира и одного в мир другой, то есть в мир вечный, который создал Всевышний Аллах. Пророк Мухаммад сказал, что из-за вознаграждения, которые получит человек, который старается, прикладывает усилия для того, чтобы построить дома Всевышнего Аллаха, естественно, это место в раю. И я сегодня хочу тоже попросить Всевышнего Аллаха того, кто построил, тех, кто принимал участие в строительстве данной мечети, чтобы их Всевышний Аллах вознаградил, вознаградил обещанным раем, чтобы они в этом мире тоже получили свой удел, чтобы в этом мире то имущество, из которого они взяли, вот на то, чтобы построить эту мечеть, чтобы Всевышний Аллах дал им возможность преувеличить это, дал возможности и в дальнейшем совершать такие благие дела. И еще раз всех нас поздравляю с этим прекрасным, великолепным праздником. Теплые слова благодарности в адрес инициатора строительства Аубикира Тамбиева говорили и политики. Дав высокую оценку проделанной работе, они отмечали его высокие личные качества. Хотел бы сказать, сколько труда сюда вложено, и каждый строительный материал он делал именно в дорогом, качественном уровне. И сегодняшняя мечеть, эта многофункциональная, будет служить не только Римгорке, а всему Кавказу. То, что будет транслироваться, то, что будет учить здесь наших хафисов, дай Аллах, чтобы эта мечеть, чтобы стал еще богатым теми прихожанами, теми нашими мусульманами, которые здесь будут делать намаз, просить Всевышнего делать дуа. Дай Аллах, чтобы Всевышний тоже принял, будем Аллаху относиться за это. Хочу сказать немножко слов. Наш брат Аббахир Хаджи имеет большой авторитет в ученых кругах, среди бизнесменов, предпринимателей, среди политиков. Но он имеет большой авторитет среди народа. Когда с ним беседуешь, от него исходит нюр, принимаешь от него много положительной энергии. У человека нестекаемая энергия, когда он начинает обсуждать, и все его проекты, которыми мы делились, у него всегда не делимся, у него всегда это позитивные направления и социальные направления. В завершении торжества первые прихожане новой мечети совершили пятничный дюма-намаз. Собравшиеся также выразили надежду, что новая мечеть будет способствовать укреплению веры и станет примером трансляции мирных основ ислама.